МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Внимание, тревога! Из торгового центра Олд-Сити эвакуировали посетителей. Из трехкомнатной квартиры в никуда Гродно активно борются с неплательщиками коммунальных услуг. Есть ли в СМС-сообщениях угрозы и признаки экстремизма? Гродненские эксперты освоили уникальный вид исследования. Теплая книга или приятное пополнение в библиотеке для инвалидов по зрению. Уникальные российские детские издания теперь доступны и маленьким гродненцам. После трагедии, которая произошла в России в торговом центре города Кемерово, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проверить торговые и развлекательные центры в нашей стране. В Гродно спасатели не только проверили, но и провели учебную эвакуацию в торговом центре Олд-Сити. Сегодня в торговом центре Олд-Сити мы проведем эвакуацию посетителей, также проведем занятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, ну и проверим противопожарное состояние в целом всего объекта. Особое внимание обратим на состояние путей эвакуации, также на пожарную автоматику, наличие самоспасателей, действие персонала в случае возникновения какой-то ЧАЭС. Пожарная тревога была объявлена в самый разгар дня. Система пожарного оповещения сработала исправно. Все посетители, а это около 1280 человек, 30% из которых дети и подростки, были полностью эвакуированы за 4 минуты и 38 секунд. Сотрудниками МЧС нарушений выявлено не было. Все пожарные выходы были открыты, а путь эвакуации свободен для передвижения. Напомним, пожар в торговом центре Кемерово унес жизни свыше 60 человек. В зимней вишне не сработала сигнализация, и посетители оказались заблокированы внутри помещений. К слову, в торговом центре Олд-Сити все двери оснащены электромагнитами, что позволяет быть уверенным, в случае ЧП объект готов к эвакуации. Он при электрическом питании замагничен. В случае чрезвычайной ситуации весь периметр размагничивается, и любой посетитель, либо мой сотрудник руками, толчком в руки, они автоматически открываются. То есть, пожалуйста, свободный выход, беспрепятственный по путям эвакуации. Под контролем экспертов в сфере безопасности соответствие проектной документации, первичных средств пожаротушения, а также теоретическая и практическая подготовленность персонала на случай нештатной ситуации. В Гродненской области в течение недели специалисты посетят более 20 крупных развлекательных объектов. К сведению телезрителей канала «Гродно плюс», в связи с трагедией в городе Кемерово, 28 марта в Генеральном консульстве России в Бресте откроется книга соболезнований. Время работы с 10 до 13.00 и с 14 до 17.00. В Гродно продолжают радикально бороться с теми, кто систематически не оплачивает коммунальные услуги. В областном центре очередной хронический неплательщик выселен в никуда. Специалисты уже с бывшей хозяйкой трехкомнатной квартиры не раз беседовали, ее предупреждали, затем штрафовали, все безрезультатно. В итоге все закончилось арестом имущества и выселением. Алла Внычком продолжит тему. Начальник ЖЭСа Татьяна Будрик к хозяйке этой квартиры обращалась не раз о плате счета. За должность еще можно было погасить, но 22-летняя Гродненко предпочла действовать иначе. В очереди в кассу ее так ни разу никто и не увидел, зато в пьяной компании или у себя дома почти всегда. На сегодняшний день в городе Гродно 829 лицевых счетов по коммерческому жилью с задолженностью. В среднем по 277 рублей на каждый. Как показывает практика, одна из самых действенных мер к должникам – это приостановление оказания услуг. Однако ни отключения воды и газа, ни подача исков на выселение в данном случае не подействовало. Данная квартира в 2017 году перешла в статус коммерческого жилья Государственного жилищного фонда. С января месяца 2017 года по сентябрь месяц 2017 года жильцами не была оплачена сумма и задолженность составила более 500 рублей. Только на территории Октябрьского района города Гродно в этом году это уже третье выселение в никуда. К слову, правовые основания для применения таких мер на руках угродинских специалистов еще по 199 должникам. Уже в 2018 году нами подано 38 исковых заявлений о выселении из коммерческого жилья. Пять исков были отозваны в связи с оплатой долга в ходе судебного разбирательства. На сегодня рассмотрены и вынесены решения по выселению по восьми искам. Как уже сообщалось, игнорирование оплаты в течение двух месяцев в квартирах коммерческого использования обязательно приведет к плачевным последствиям, наихудшее из которых – выселение. Электричество, водопровод, газ, телефон. Все, что могло стать для хозяйки этой квартиры коммунальным раем, превратилось в долговую яму. Она даже не посчитала нужным присутствовать при выселении, а ведь могла добровольно исполнить обязательства жить и отдыхать в комфорте и уюте. А пока описанное имущество из жилья по улице Химиков отправляется на хранение на склад, квартира в фонд города, а хозяйка переходит в разряд бездомных, специалисты уже вручили уведомления на выселение из-за неоплаты коммунальных услуг очередным злостным неплательщикам. Если в ближайшие дни любители халявы не одумаются, ряды тех, кто живет на улице, пополнят и жители квартиры по улице Кремко. Алла Внучко, Агаджан Батырджанов, Новости, Гродно+. Определить по остаткам слюны на стакане ДНК насильника, узнать по составу волоса, употреблял ли человек наркотики хоть раз за последние два года и найти преступника по запаху. Все то, что еще пару десятков лет назад казалось лишь научной фантастикой, сегодня реальность. Узнать все возможности современной криминалистики и специфику работы судебных экспертов 27 марта могли все желающие. Повторник в Беларуси прошел День эксперта. Будущие выпускники смогли не только изучить улики и составить фоторобот преступника, но и сами поучаствовать в раскрытии настоящего преступления. Помогала будущим сыщикам в поисках Лена Молчанова. Изящным платьем Агнесса Жуковская давно предпочитает строгую форму. Вместо женских сериалов смотрит исключительно детективы и не первый год мечтает сама поучаствовать в расследовании преступления. Очень интересно, очень занимательно. Каждая мелочь нужно уделять этому внимание. И даже когда приезжаешь на место происшествия, тоже каждую эту мелочь нужно посмотреть, все это заметить. Очень внимательным нужно быть. Каждая мелочь для эксперта – это предмет исследования. Будь то след, отпечаток пальца, оброненный окурок или даже запах, оставленный преступником на месте происшествия. Все необходимое для сбора улик вмещает чемодан эксперта. Объемный кейс весом чуть более 10 килограмм хранит как известные обывателю материалы для дактилоскопии, трассологи, так и все необходимое для одерологической экспертизы. Так, с виду обычный почтовый конверт впоследствии поможет определить преступника по запаху. В нем находится фланелевая ткань, которая обернута в несколько слоев фольги. Данная фланелевая ткань на месте происшествия перекладывается к поверхности какой-то, где предположительно преступник мог оставить свой запаховый след, то есть где-то он может пересел, где-то он касался, где-то он находился. Впоследствии данные запаховые следы, изъятые с места происшествия, отправляются на экспертизу, где с помощью биодетекторов собак определяют, оставлены следы запаха данным человеком, либо нет. Количество видов экспертиз, которые сегодня проводят в Гродно, исчисляются десятками, а число раскрытых с помощью экспертов уголовных дел и вовсе зашкаливает за сотни. Узнать все возможности современной криминалистики и специфику работы судебных экспертов 27 марта могли все желающие. Во вторник в Беларуси прошел День эксперта. Одними из первых посетителей стали будущие выпускники, которым уже очень скоро предстоит определиться с выбором профессии. Для них запланирован показ криминалистической техники, процесс производства экспертизы и исследований, в том числе наркотических и психотворобных веществ, демонстрация огнестрельного оружия, поступающего для проведения баллистических экспертиз. В роли гидов только профессионалы. В качестве экспонатов исключительно настоящие улики, орудия преступления и даже человеческие останки. И хотя казалось, что именно эти шокирующие материалы самые важные и существенные, после экскурсии становится понятно – роль обычных пробирок тоже не стоит недооценивать. Поужинали, 4 человека. Вердикт этого ужина – 3 трупа, 1 человек в реанимации, благо выжил. И поэтому следственным органам удалось его опросить. Оказалось, что он принес с работы вещество белого цвета. Он думал, что это поваренная соль. И семья приготовила еду с использованием вот этого порошка. При проведении судебно-химической экспертизы оказалось, что применялся нитрит натрия. Это сильнейший консервант и метгемоглобин, образующий яд. Хотя следствие рассматривало разные варианты, поскольку семья была конфликтной. Оказалось, что это вот такой нелепый, трагический, несчастный случай. Определить по остаткам слюны на стакане ДНК насильника, узнать по составу волоса, употреблял ли человек наркотики хоть раз за последние два года. Все то, что еще пару десятков лет назад казалось лишь научной фантастикой, сегодня реальность и вещдоки, которые фигурируют в настоящих уголовных делах. Эти и многие другие исследования проводятся сегодня в Беларуси повсеместно. А вот лингвистическая экспертиза, которую гродненские эксперты еще только осваивают, для Беларуси пока новинка. Данная экспертиза позволит выявлять в речевых сообщениях, в текстовых записях, в каких-то вербальной информации признаки оскорбления. Следующим шагом развития данного вида экспертизы будет изучение направления наличия в вербальных сообщениях признаков экстремизма. Экскурсия, рассчитанная на полчаса, продлилась в разы больше запланированного. Ребята с воодушевлением составляли фотороботы, рассматривали фальшивые банкноты и изучали оружие, изъятое во время расследования самых резонансных происшествий. Ну а апогеем этой встречи стала возможность самим поучаствовать в раскрытии настоящего преступления. Самая главная цель нашего сегодняшнего квеста – это чтобы теоретические знания, которые они сейчас получат, наши эксперты сейчас им их дают, чтобы они их приложили уже к какой-то практической ситуации. Детективный сюжет, улики, спрятанные на месте преступления, ни одного случайного предмета в зале и полное погружение в профессию сыщика. Конечно, это был уникальный шанс испытать все прелести и ощутить сложности той работы, о которой мечтают вдохновленные детективными сериалами школьники. Вот и Агнеса, придя сюда кадетам, теперь мечтает вернуться и работать экспертом. Связать жизнь с этой профессией очень заманчиво, очень хочется. Лена Молчанова, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. В Гродненской специальной библиотеке для инвалидов по зрению приятное литературное пополнение. Российский благотворительный фонд подарил гродненским ребятам уникальные издания, созданные с учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия изображений детьми с нарушениями зрения. Эти книги нельзя купить, они распространяются лишь в благотворительных целях. И сейчас эти красочные издания, предназначенные для совместного чтения с взрослыми, можно найти в библиотеке нашего города. Книги предназначены для чтения взрослыми маленьким детям и делятся на две возрастные категории – от 3 до 5 лет и от 6 до 8 лет. Это русские народные сказки, сказки народов мира, произведения мировой детской классики. Протестировать книги пришли воспитанники специального яслисада номер 81 для детей с нарушениями зрения, ученики школы-интерната для слабовидящих, а также читатели библиотеки. Особенно по душе пришелся маленьким читателям комплект «Волшебный карандаш». Это уникальное высокотехничное издание позволяет ребенку окунуться в мир прочитанного произведения с помощью встроенных микрокодов и прибора, озвучивающего содержание картинок. Этот комплект можно по праву назвать редким и даже уникальным. И то, что сейчас он доступен и в нашем городе, специалисты называют большой удачей. Везением называют сотрудники библиотеки и то, что сама книга попалась о музыке. Ребенок может услышать, как звучит тот или иной музыкальный инструмент. Каждая страничка продублирована струной. Если вы дотронетесь, если вы услышите, вы увидите, почувствуете струны, которые выполнены из тонкой металлической проволоки. Это тоже очень важно для книги, ведь не обучающие эти, а развивающие. Для того, чтобы представление об окружающем мире у ребенка формировалось правильное. Пополнился библиотечный фонд и произведениями Маршака, выполненными в шрифте Брайля, а также аудиоспектаклями, созданными школой-студии известного российского музыканта Алексея Кортнева. Но несмотря на такое изобилие новинок, не теряют ребята интереса и к тактильным книгам, созданным учениками и педагогами школ Октябрьского района в рамках акции «Теплая книга». 17 таких книг находятся в библиотечном фонде с прошлого года и уже ждут своих читателей в Гродненской специальной библиотеке для инвалидов по зрению. Пожать руку кумиру и получить мяч с автографами гродненских футболистов. Уже в эту пятницу завершится розыгрыш подарка от футбольного клуба «Неман» «Телеканала Гродно Плюс» и «Радио МФМ 105.0». Стать претендентом на уникальный приз еще можно. Достаточно оставить свой комментарий в инстаграм футбольного клуба «Неман» под постом о правилах конкурса. При этом участник должен быть обязательно подписан на аккаунт «Телеканала Гродно Плюс», «Радио МФМ» и «Футбольного клуба «Неман». Розыгрыш пройдет 29 марта, а уже на следующий день, перед тем, как желто-зеленые выйдут на поле с футболистами из Витебска, победитель получит свой приз от представителя команды. К слову, матч, который состоится в пятницу, откроет первый тур чемпионата Беларуси среди команд высшей линии. Будем играть с Витебском. Довольно-таки тоже приличный соперник. Готовы, я считаю, более-менее нормально. Просто чуть выбили у нас травмы наших игроков. Это и Концевой, и Рудик, и Блонский Макс. Вот так готовность, я считаю, хорошая. Команда осталась примерно того же уровня. Будем бороться только в каждом матче за максимальный результат – это победу. А там как получится уже на протяжении всего чемпионата, посмотрим. Осенью посчитаем очки. Напомним, игра с соперниками из Витебска состоится 30 марта в ЦСКА «Неман». Начало матча в 19.30. Уникальный шанс для тех, кто хочет приобщиться к миру IT. 21 апреля впервые в Гродно состоится ежегодная региональная конференция для начинающих айтишников. Мероприятие пройдет в формате живого общения со специалистами в сфере высоких технологий и авторитетными спикерами. Как войти в перспективную профессию и продвигать карьеру в IT-сфере, истории успеха сотрудников без IT-образования и бизнес-анализ. Это и многое другое можно будет узнать, став участником конференции, которая пройдет 21 апреля с 10 до 16.00 по адресу. Город Гродно, улица Горького, 1, дробь 3. Мероприятие бесплатное. Зарегистрироваться для участия можно на сайте www.openeet.by. Организаторы конференции – Парк высоких технологий и Образовательный центр Парка высоких технологий. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. Если вам нравится не только узнавать новости по телевидению, но и листать глянцевые журналы, то рекомендуем сервис МТС Пресса. Космополитен, Esquire, GQ, более сотни журналов о моде, психологии, спорте, обо всем, что вам интересно, доступны в любое время, в любом месте и с любого устройства на сайте www.pressa.mts.by. Попробуйте первые три дня бесплатно, далее 25 копеек в сутки. Как только дочитаете журнал, услугу можно отключить. Заходите на сайт www.pressa.mts.by, чтобы узнать подробности и скачать приложение. Также вам расскажут про сервис МТС Пресса в ближайшем салоне МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова